Простите за палацию. Что такое парадитарная инвазия, мы с вами поняли. Как помогать будем человеку? Обязательно при парадитарной инвазии мы выбираем для взрослого и для ребенка самое безопасное. Потому что угнетение иммунитета дополнительное, имяческими средствами может обернуться побочными действиями лекарственных препаратов и поражения течени. Поэтому восстанавливаем иммунитет у всех, у кого есть парадитарная инвазия. А как это сделать лучше? Мы выбрали сок санга для детей. Для взрослых, пожалуйста, добавляем вместе с соком систему ПВАО. Это протеин, клетчатка, детокс, метаболический чай. Все это можно давать и нужно давать взрослому человеку. Особенно если речь идет о хронической инвазии, такой как апистархоз. Известная многим жителям северных регионов. Подсеместное распространение апистархоза связано опять же с тем, что иммунная система задавлена, задавлена химическими веществами, задавлена лекарственными препаратами, неправильным питанием, нарушением водного резина. Поэтому людям, у кого есть такая инвазия, как апистархоз, рекомендуйте на полгода, не меньше, полгода системы питания ПВАО и обязательно использование мандерсинового напитка санга менее чем 100 мл в день. Лучше использовать сок санга, как показала практика, все-таки на голодный желудок за 30 минут до еды. Все индивидуально здесь нужно смотреть на сопутствующие заболевания у человека. Они, как правило, есть такие как хронический панкреатит, если у человека есть. То есть, что в таком случае сок рекомендуем использовать во время приема пищи в разведении с теплой водой, начиная с небольших сначала дозировок с чайной ложечки на стакан, затем можно увеличивать дозировку. И то, что касается таких инвазий, как лямблиоз, адскоридоз, энтеробиоз, это чаще всего дети страдают этими инвазиями. Для них в первую очередь нужно рассказывать о питании с семьей, об исключении сладости из рациона хотя бы на период 3 недели, это минимальный срок отверстия. А в дальнейшем, если семья ежедневно использует антиоксиданты в виде мандитинового напитка, в виде системы ПАВА, то всякое сладкое постепенно уходит. Уходят и приходят другие привычки. Потому что человек, это создание довольно сложное и в то же время простое. Если мы с вами 21 день продержимся на хорошую привычку пить воду натощак, использовать антиоксиданты в большом количестве каждый день. Если мы с вами будем заботиться о чистоте кишечника, использовать на ночь очищающий чай биток. Если мы будем заботиться, чтобы пища переваривалась сложным образом и уровень ферментных реакций находился на хорошем должном уровне, то метаболический чай сделает свое дело. Метаболик, который есть сейчас в капсулах, прекрасно работает у людей с хроническими заболеваниями, желудочных кишечного тракта. И если мы все это рассказываем людям, если нас с вами услышат, то вам будут благодарны клиенты, вам будут благодарны люди, которые сделали все, что я им рассказываю. Они увидят результаты с минимальными затратами для СИИ, получат замечательный, устойчивый, надежный результат по здоровью. Поэтому фармакоэкономика, есть такая дисциплина, если вам интересно, вы зайдете и посмотрите. Это как раз наука, которая рассчитывает, как более эффективно с меньшими затратами помочь человеку. А сейчас я готова ответить на вопросы. Смотрю, что с вами говорят, пишет мне. Пожалуйста, делитесь своими результатами, кто получал результаты по паразитарным инвазиям, с другим заболеваниям и отвечаю на вопрос. Женщине 57 лет, делая печень гепатоз, чем можно помочь? Большое спасибо. Благодарю вас, Танинга. Значит, вопрос действительно очень важный в своей времени, потому что, если у человека есть гепатоз, это говорит о нарушении всех видов обмена веществ. И в организме все идет по кругу. Если сейчас есть гепатоз, к чему он приводит? К нарушению обмена веществ. А нарушение обмена веществ приводит снова к поражению печени и накоплению жировой скамени в печени. То есть идет изменение структуры печени. Все меньше становится клеток, которые работают, и все больше становится жировой скамень, которая не работает, как клетка печени. То есть нужно спасать женщину. Как спасать женщину? Предлагаю, прежде всего, разобраться с тем, что есть человек. Прямо попросите ее рассказать вам, что она съедает за день. Например, за вчерашний день любой человек может называть продукты, которые он использовал в питании. И вы здесь все присутствующие прекрасно знаете, что полезно, а что вредно. Поэтому нужно что сделать? Составить дневник пищевой с этим человеком и сказать, вот, знаешь, давай вот это уберем, сосиски уберем, колбасу уберем, сладости не будешь покупать. Но вместо этого ты купишь в печи белок, ты купишь клетчатку фавал, ты купишь очищающий чай, виток, и ты купишь метаболический чай. Все это натуральные продукты. Ты сможешь использовать это, помогая своей печени восстановиться. Ты поможешь не только печени, ты поможешь всему организму. И сделать это надо не менее чем на 3 месяца. Не менее. А лучше на 6 месяцев рассчитать курс лечения. Самика этой женщины. Потому что женщина еще молодая, возраст 6-6, 57 лет. И хотелось бы, чтобы она жила долго. Поэтому начинаем с сока, начинаем с системы фавал. Первые 3 месяца. Сок можно использовать не менее чем 200 мл, то есть по стакану в день. И часто у таких людей лишний вес. Томиго, напишите, есть ли у этой женщины лишний вес? Надеюсь, меня услышали. На 3 месяца система фавала и сока санга по 200 мл в день. Так, веса лишнего нет. Прекрасно. Что еще может быть причиной гипотоза? Сами по себе лекарственные средства. То есть, если человек использовал в своей жизни большое количество лекарственных препаратов, антибиотиков, гормональных средств, то у него может разлиться поражение печени. Лекарственное поражение печени. Вот что грозит тем, кто сейчас ходит в аптеку, как в магазин, да, покупая там что-нибудь себе от головной боли, от боли в пояснице, да, то есть используя препараты, которые давят иммунную систему, которые вредят наши печени. Валентина спрашивает, как лечить демокоз? Валентина, заболевание, которое вы называете, также является проявлением снижения иммунитета и связано оно чаще всего с нарушением углеводного обмена. Что значит углеводный обмен? Что такое углеводы? Все понимают, что является поставщиком углеводов. Это каши, это овощи, это фрукты, это мучные изделия, это сладости. Так вот, если у человека в питании преобладают сладости, легко усваиваны углеводы, то, соответственно, нарушение углеводного обмена чаще развивается. Особенно у людей, предрасположенных в диабету, предрасположенных хроническим панкреатитом. Поэтому нужно, конечно, рассказать, что, Валентина, прежде всего, менять питание к человеку. И легко поменять питание, если у вас есть такой продукт, как сок санга. Потому что оксанга позволяет получить силы для новых привычек, для новых хороших и стойчивых традиций. Пить воду не менее двух стаканов в день. В Японии долгожители пьют четыре стакана в день. Будем равняться на Японию. У нас сегодня здесь есть Япония, да, представлена. Так что они не дадут мне соврать, что там действительно есть такая добрая привычка у долгожителей японских пить четыре стакана с утра, а потом через пять минут завтрак. Так вот, в один из стаканов, который вы пьете с утра, вы добавляете сок санга 30 мл и мерную ложку клетчатки. Валентина, меня слышите. И записываете, да, сок санга вы выпиваете водой и запиваете еще хотя бы одним стаканом. Таким образом, у вас уже два стакана. Уже, если два стакана по 30, это 600 мл дневной порции воды. Водный баланс не считается в такие продукты, как чай, кофе, напитки, такие как компот. То есть это является питанием для организма. А чистая питьевая вода, она нужна человеку из расчета 30 мл на килограмм веса. Светлана, еще Валентина, значит, кроме того, что вы поменяете водный режим, обязательно нужна чистка печени, потому что именно печень является органом, где идет образование многих веществ, необходимых организмам, белкам, образование гормонов. И, соответственно, необходимо, чтобы печень была в порядке. Поэтому мы с вами предлагаем людям с таким заболеванием использовать очистку печени. И она прекрасно работает. Если вместе с соком санга на ночь вы будете добавлять в теплую воду еще одну мерную ложку детокса. Очищающий чай детокс, что он делает? Он как раз помогает поддержать печень в функциональном состоянии. Он помогает очистить все органы, выводящие токсины. Это линфотическая система, это почки. Поэтому обязательно очищающий чай деток используем на протяжении хотя бы трех месяцев. Женщине 52 года, пишет Светлана, на теле стали появляться мелкие 1,3 мм гемангиомы. Как помочь, чтобы не появлялись? Светлана, прекрасный вопрос, спасибо. Только давайте поменяем слова. Не как помочь, чтобы не появлялись гемангиомы, а от чего они появляются? Нужно узнать, от чего они появляются и для чего. То есть это первый признак организма. Организм дает вам звоночек, этой женщине 52 года которой, что в ее поджелудочной железе есть определенные нарушения гемангиомы. Гемангиомы или это врач сказал, что это гемангиомы, или эта женщина решила, что это гемангиомы. И здесь нужно смотреть. Так вот сосудистые точки, такие маленькие, которые вы описываете, от 1 до 3 мм в диаметре, чаще всего появляются у людей с хроническим панкреатитом. Поэтому нужно наводить порядок в животе. Это опять же, начинаем пить воду с соком санга, это даем систему фавал на 6 месяцев, это обязательно используем правильное питание, диетические продукты, и включаем полностью продукты из муки высшего сорта, продукты, содержащие маргарин и рафинированные масла, и заменяем их на здоровые продукты, такие как богатые клетчаткой, пробиотиками и пребиотиками. И в системе фавал в клетчатке как раз находятся и клетчатка, и пребиотики, и пробиотики. Те, кто из вас пробовал клетчатку, заметили, как работает кишечник, как работает организм, когда у вас есть этот продукт. Лиза Шаша напишет, при токсакаросе леченьки прячутся в гранулемах. Завтра начинаем лечение. Что можно сделать, чтобы они вышли? Нужно поднимать элезарета прежде всего собственный иммунитет ребенка. При токсакаросе, когда развивается гранулема, это действительно защитная форма, чтобы личинка осталась, чтобы личинка продолжалась жить, она вырабатывает определенные вещества, и организм пытается, наш собственный организм пытается ограничить размножение личинок, образуется гранулема. Так вот, патологическое действие на иммунную систему паразита требует, чтобы организм разорвал этот порочный круг, вывел человека из состояния зависимости от гельминта. Для этого, Лиза, нужно обязательно дать силы иммунной системе. У нас с вами целая конференция была по иммунной системе. Что человеку нравится, скажите мне, радостное состояние или угнетенное, печальное состояние. Часто угнетение иммунитета возникает на фоне хронического стресса у ребенка в семье, если это касается детей, взрослые также, если это человек уставший, если человек с хроническим недосыпанием, если человек работает на нескольких работах, в каком он состоянии находится? Нервная система, иммунная система угнетены. Поэтому здесь важно, чтобы ребенок или взрослый человек высыпался. Это важно, чтобы его двигательная активность была в течение дня достаточная. Важно, чтобы он получал самое нужное с питанием, самое ценное, это достаточное количество белка, печати, пробиотиков, пробиотиков. Мы с вами предлагаем целую систему ФАВАУ, продуманную до тонкости. Это и физическая нагрузка, и продукты, подобранные грамотно, мировыми диетологами, диетологами мирового уровня. Это и режимные моменты, когда вставать, и когда ложиться. И для людей с хроническим стрессом у нас с вами есть продукция адаптогены, содержащие адаптогены, растительные компоненты, способствующие укреплению нервной системы, способствующей адаптации к стрессовым ситуациям. Такие продукты, это вы знаете, зелоэйзелис, прекрасно восстанавливает сон, улучшает энергетический баланс организма, и дает силы справиться со стрессом. Поэтому важно знать, в каких условиях живет человек, как он к этим условиям адаптирован. Что еще относится к адаптогенам из продукции компании Александра, вы можете рекомендовать взрослым, лимитлэс, это продукт, содержащий джиншень, очень хороший адаптоген, и дневное применение лимитлэса будет давать человеку дополнительные силы для его задать, и давать иммунной системе хорошую, положительную энергию, позитивную энергию. Надеюсь, Лиза, вы меня услышали. То, что я рекомендовала при тактокоррозии, это сок санга, если это ребенок, значит не менее 60 мл в день, очищающий чай деток хотя бы 2 раза в неделю, а лучше через день, плетчатка обязательно, и протеин фавал. Анатолий, Никита, Наталья, Ксения, добрый вечер, задают вопрос. Один человек 21 год часто простывает практически каждый месяц. Когда человек простывает каждый месяц, здесь важно исключать вирусную инфекцию, хроническую вирусную инфекцию. И часто это все сочетается. Хроническая вирусная инфекция возникает на фоне угнетенного иммунитета у людей с паразитарными инвазиями. Поэтому научить этого молодого человека нужно пить сок санга вместе с водой каждый день не менее чем 100 мл в день на полтора литровую бутылку воды. То есть берется с утра полтора литровая бутылочка чистой воды, добавляется сюда 100 мл сока и чтобы в течение дня этот молодой человек скинул с маленькими глоточками между приемами тиши. Важно разобраться с исходным состоянием здоровья, потому что такие вирусы как гепатит С, вирус гепатита В, вирус Эпштейн-Вара или называют еще инфекционный моноклиоз. Все эти вирусы могут вызывать серьезное угнетение иммунной системы. Применение протеина и очищающего чая детокса также показано этому человеку, потому что протеин сделан из воровки молочной и содержит протеин риса. И эти компоненты дают иммунную систему и иммунной системе человека силы для того, чтобы справиться с вирусами, для того, чтобы поднять иммунитет на должный уровень. Поэтому обязательно рекомендуйте систему ФОВАО и СОК-САНГО не менее, чем на 3 месяца. ФОВАО это само Продолжение es Лиза спрашивает прогноз при токсокоррозе. Правильно было бы Лизе спросить прогноз на счастливую жизнь. Прогноз всегда зависит от той обстановки и адаптации человека к тем условиям, в которых он сейчас находится. Поэтому если сейчас человек вас слышит, Лиза, и поменяет не только питание ребенка, но также поменяет свое отношение к ребенку. А если он поменяет свое отношение к себе, то прогноз положительный для жизни. Однозначно будет хорошая реакция и выздоровление. Так, скажите, можно принимать сок, спрашивает Вера, если у него срок годности закончился первая еда. Опасно это или нет? Не опасно, Вера. Можете использовать. Главное, как хранился продукт. Если он был закрыт, у вас, да, закрытые бутылочки были, то сердственный срок его годности никак не повлиял на качество продукта. Следующий вопрос. Ребенок 8 месяцев, шелушится коза, посадили на диету грудное молоко и смеси никакого прикорма. Понимаем, что касается детей с грудного возраста до года. При таких вот симптомах, как шелушающаяся кожа, врач ставит диагноз атопический дерматит. А связано это состояние прежде всего с лорой, которая живет сейчас в кишечнике. И здесь важно задать вопрос родителям, что ест мама, что ест кормящая мама сейчас, и что она использовала в своем питании во время беременности. Какие были у нее проблемы со здоровьем? Потому что если сейчас у мамы, у самой есть дисфункция кишечника, то запоры, то поносы, то какое молочко она дает своему ребенку. Не усваивается часть витаминах у женщин, сормящих грудью. Именно у тех женщин, которые сейчас будут сидеть на гипоаллергенной диете. То есть возникает опять же порочный круг. То есть ребенка надо садить на гипоаллергенную диету. Мама, кормящая грудью, сама садится на такую же диету. И что происходит? То есть ребенок не получает должного количества витамина с грудным молоком, потому что мама тоже их не получает сидя на диете. И в таких случаях обязательно рекомендуйте мангустиновый напиток санга, который является безопасным для людей с аллергическими заболеваниями продуктом. Несмотря что он сделан из красных плодов, красных фруктов, содержит даже цитрусовое немного апельсинового сока. Тем не менее этот продукт работает у детей с отопечными заболеваниями, такими как дерматиты, экземы, нейродермиты. Потому что восстанавливает слуру в кишечнике. Поэтому маме, кормящей грудью этого малыша, нужно давать менее 60 мл сока в день, лучше в разведении с водой. И малышу 8 капелек, то есть капля на месяц жизни, развести в столовой ложечке воды и выпоить 3 раза в день. Маме обязательно сок санга, потому что она кормит греки. Молодой человек, 23 года, гипертония второй степени, боялся выпить лимитлых игно. Так, развеялись сомнения, выпил, чувствовал себя превосходно. Замечательно. Спасибо, Анатолий, за ваши примеры. Действительно, многие сейчас уже напуганы клиенты, с которыми вы общаетесь, люди, ваши друзья, знакомые. Большой выбор продуктов новых, предложений много. Что выбрать, что безопасно для здоровья. То есть мы собственным тренером с вами можем внушить доверие человеку, да, и рассказать свой опыт, тренинг. У людей с гипертонией, у людей с сердечно-сосудистой патологией, Игнает новый продукт, который мы с вами еще мало используем, хорошо работает. Потому что, что такое Игнает, это аминокислоты, такие как цитрулин, нарвалин и аргинин. Эти три аминокислоты, вот если вы эти слова произнесете в спортивном зале, Рядом с человеком, который занимается своим телом, он знает, кто такой аргинин, да. Молодые люди занимаются фитнесом, очень хорошо знают биохимию и физиологию собственного тела. Так вот, аргинин, это аминокислота, необходимая человеку для именно поддержания сосудистого тонуса, Чтобы кровообращение было замечательным, чтобы мозг не страдал от дефицита, от гипоксии, да. Чтобы все клеточки наши получали должное питание своевременно, нужно, чтобы сосуды работали качественно. За счет аргинина, содержащегося, вы знаете, происходит именно такая реакция. Человек получает дополнительную порцию питания, получает качественное кровообращение. И для людей в гипертонии это очень важно. Это профилактика, потому что при гипертонии идет спазм сосудов, ухудшается кровообращение в мозге, страдают нервные процессы, страдает зрение, страдает кровообращение в почках. Поэтому у людей с тяжелым течением гипертонии могут развиться даже почные дела, почные недостатки. Это серьезное заболевание. И молодой человек с гипертонией второй степени здесь нужно выяснить причину, да. Хотелось бы узнать первую причину. Так вот, что может быть причиной гипертонии? Можно, конечно, целую лекцию тут посвящать, целую конференцию этой темы. Гипертония развивается у людей с исходной предосположенностью, с генетической предосположенностью к этому заболеванию. Если у человека есть особый тип реагирования на стрессы, да, то есть есть понятие как психосоматическая патология, так вот гипертоническая болезнь – это психосоматическая патология. Человек реагирует на стрессы, уходя в болезнь. Это способ убежать от тех проблем, которые нужно решить другим способом. Да, и люди сейчас, многие приходят заниматься фитнесом, спортом, оздоравливают себя и видят прекрасные результаты. Именно те, у кого есть ожирение, у кого есть гипертония. Да, я поняла правильно, Анатолий, что именно у этого человека есть гастрододонит и медовец, то есть физицид массы тела. Если у человека есть гастрододонит, то чаще всего в таких случаях не усваиваются витамины и микроэлементы в кисточнике. И человек, испытывающий дефицит микроэлементов и витаминов, он, конечно, будет страдать от заболевания. Если на роду написано у него гипертония, то нужно здесь строевременно, быстро действовать, чтобы создать долго. Предложите ему обязательно вместе с соком санга, протеин – это раз, ховал, очищающий чай, бисок, хотя бы на месяц-два. И обязательно Xela Agilis – это продукт, направленный именно на соседечно-сосудистую систему. Лимитность этому человеку нужно, Анатолий, пропить не менее чем 3 месяца подряд, чтобы человек почувствовал, как хорошо жить без болезней, как хорошо иметь энергию без таблеток. Так, справляться с состоянием без таблеток. Но с гастробидонитом здесь обязательно нужна клетчатка. И клетчатка именно с утра до завтрака, за 30 минут до еды. Так, Вера пишет, в списке в печене и почках, женщине 58 лет, в больнице, везли с приступом, что порекомендовать. Часто проявление текстозного поражения печени и почек является признаком паразитоза. Поэтому здесь нужно знать причину происхождения текстов. Даже сейчас мы можем рекомендовать смело уже в больнице женщине использовать на чай с мангустиновый напиток санга. Это первое. И очищающий чай деток – это второе. То есть вот эти два продукта для людей с больной печенью и почками необходимы длительно, менее чем 3 месяца подряд. А любая госпитализация для человека – это, конечно, очень серьезное испытание на прочность. Потому что массивная идет химическая терапия, и порой она наносит еще дополнительные проблемы. Поэтому здесь я рекомендую, как только будет лучше, как только сниму то острое состояние, просить все домой, восстанавливаться дома, менять свой водный режим, менять свой режим отдыха. И использовать здоровые продукты питания санга, использовать их регулярно, длительно, чтобы появились силы у организма самому справляться с заболеваниями. Я надеюсь, что все вопросы мы с вами рассмотрели. На все вопросы ответили. Я надеюсь, что все вопросы мы с вами рассмотрим. Благодарю всех участников и разрешите объявить для вас, что завтра, 29 июля, в 17 часов московского времени пройдет по этому же адресу конференция Сергея Сайдовича, человека, который заработал в компании «Санга» миллион долларов. Он будет делиться уникальной информацией, как просто завершить сделку, как привести человека к решению, принять решение в пользу покупки продукции «Санга» и рассказывать о том, как работать, как зарабатывать, как можно стать не только здоровым физически, но и здоровым социальным властью. Благодарю всех. До новых встреч. До свидания.